Ну, друзья, что по Третьей мировой войне? Китай, Россия, противостояние двух лагерей. Какой будет Третья мировая война? Многие говорят, что она уже началась. Кто-то говорит, что она обязательно будет как сядерная, кто-то говорит, что она будет как вторая мировая, то есть с активными боевыми действиями двух противостоящих друг другу лагерей по всей планете. Кто-то говорит, что она будет как холодная война, с какими-то небольшими выходами лавы на периферии, но в общем и целом всё обойдётся без ядерной войны. Кто будет лидерами, кто будет сторонами, которые будут противостоять в этой Третьей мировой войне? Россия, Соединённые Штаты, Россия, Европа, Китай, Соединённые Штаты. Расклады и пассианцы могут быть самыми разными, и эти расклады и пассианцы мы обсудили с Владимиром Физенко. Оставайтесь, будет интересно. Первый вопрос – это с каким результатом, вот по идее должна закончиться война в Украине для того, чтобы этот результат мог остановить последующие войны? Или при любом результате мы не сможем избежать войны либо глобальной, либо вот этой вот очаговой, по разным, по границам двух лагерей? Опыт исторически показывает, вот если удаётся или остановить агрессора, как минимум, тогда ситуация может стабилизироваться относительно, и тогда может возникнуть длительный этап холодной войны. Я имею в виду и гитлеровскую Германию, и милитаристскую Японию, как тогда говорили, их разгромили, их разгромили. И вот что очень показательно, очень важно. Именно поражение вот этих стран, которые пытались сломать мировой порядок, пытались проводить агрессивную экспансию, и экспансию путём войны, и путём кровавых жертв. Это ж не просто как бы захват территории был. Люди убивали сотнями, тысячи, миллионами. И их остановили, их разгромили. И именно разгром этих стран дал шанс на экономическое, социальное и политическое возрождение Германии, ну тогда сначала Западной Германии, и Японии. Ведь то, что эти страны стали успешными, как это ни парадоксально, стало следствием их поражения в войне. И то, что они отказались от этой агрессивной модели развития и перешли на нормальную цивилизованную модель. Поэтому вот в случае с Путиным сейчас ситуация в чём-то похожая. Никогда не работают исторические аналогии, что называется, один в один. Всегда ситуация меняется, новые обстоятельства. Но, тем не менее, как минимум Путина надо остановить. Он не должен быть победителем. В идеале его надо было бы разгромить. И это был бы шанс и для России поменять модель своего развития. Это был бы шанс создать зону безопасности в Европе. Как это стало, ну, тоже, конечно, с поправками, но после Второй мировой войны. И вот здесь у меня вопрос следующий. Всё абсолютно точно, абсолютно чётко. Но я пока что, к сожалению, не вижу на Западе вот той решимости, которая была во время борьбы с как-то фашистской Италией, нацистской Германией, милитаристской Японии. Приятнется ли эта решительность? И что должно произойти для того, чтобы она... Какая Польша должна произойти? Да, вот что должно случиться? Понимаете, как, слава богу, мы не стали такой Польшей. Да. Да, да. Мы не проиграли войну. И не удалось вот так вот. Блицкрипт не удался новому Гитлеру, Путину. Поэтому вот история не повторяется один в один. Я с вами согласен. К сожалению, вынужден согласиться. Я пока решимости тоже не вижу на Западе. Запад как бы выполнил задачу минимум. Активно нам помог. И он помог нам выстоять. Но, к сожалению, Запад не готов действовать так, чтобы разгромить Россию. Воевать он не хочет. Есть риски ядерной войны. Вот это тоже новое обстоятельство, которого не было тогда. Риски ядерной войны есть. Поэтому Запад старается как бы и нам помочь, и в то же время избежать риска мировой войны, в том числе и ядерной войны. Вот это как бы парадигма, которая определяет поведение Запада. Тем не менее, даже в рамках этой парадигмы можно было бы действовать более решительно, более эффективно. И давление на Россию могло бы быть большим. Вот если Путин начнет наносить удары по самим западным странам, вот это может их подтолкнуть к более решительным действиям. Может быть, проявление гибридной войны. Сейчас сложно сказать. Об этом, кстати, идет большая дискуссия на Западе. Они уже понимают, что Путин уже с ними ведет войну. Но не прямую, гибридную войну. Он воюет с Западом, и прямо об этом говорит, в Украине против Запада воюет. А параллельно делает разные гадости и пакости на территории самих европейских стран гибридными методами. И пока еще европейцы не нашли необходимого модуса, способа поведения, как отвечать на эти гибридные. Где-то в странах Балтии. Но они лучше знали украинский опыт, и они его учли. Границу начали закрывать, бороться с внутренними угрозами, ограничивать российскую пропаганду. На Западе, кстати, тоже. В 2014 году, просто для понимания, я помню, я был на дискуссиях в Бундестаге. И мы говорили тогда, я и другие украинские участники, что началась война, информационная война в том числе. И нужно ограничивать российское влияние. Они разводили руками, в том числе даже наши друзья из партии «Зеленых». Мы не знаем, что делать. Не знаем, что делать. И уже сейчас, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, но они использовали наш опыт, начали закрывать Russia Today и так далее. Не то, как Россия сейчас обходит через зеркала разные в информационных сетях, в социальных сетях. Но, тем не менее, уже хотя бы сделали важный шаг вперед. Вот сейчас ситуация в Молдове тоже показательна. Потому что российское влияние есть, и оно оказывает воздействие на внутриполитическую ситуацию в Молдове. И в некоторых европейских странах это происходит. Поэтому надо перекрывать кислород Путину. Две красных линии, которые нарисовал Запад, после пересечения одной из которых, Запад намного активнее может включиться. Первое – это присутствие на театре боевых действий на территории Украины войск третьего государства. Вторая красная линия – это войска государства. И вторая красная линия, не помню уже какая. Вот по поводу войск государства третьего. Насколько это действительно для Запада важно? Я боюсь, что не было такой красной линии. Я думаю, что на Западе даже не рассматривали такой вариант. Их немножко обеспокоило. Причем вот ключевое слово – немножко. Они недооценили союз между Северной Кореей и Россией, который начал складываться еще в прошлом году. И даже до подписания вот этого договора о стратегическом партнерстве, по сути о военном союзе между Россией и Северной Кореей, Россия уже начала получать миллионы артиллерийских снарядов от Северной Кореи, плюс ракеты, там некоторое другое вооружение, еще таких советских образцов, что им подходило, естественно. Вот недооценили. Я думаю, что они даже не думали о том, что возможно участие в военных действиях северокорейских военных. Для них это стало неприятным сюрпризом. Вот если полномасштабную войну России против Украины они ожидали, тоже думали по-разному, оценки были разные. Кто-то надеялся, что не нападет, что это оброза. Кто-то надеялся, что все ограничивается Донбассом и таким просто военным давлением. Ну, может быть, уже не в прокси-форме, не в форме гибридной войны, а прямым военным давлением, но региональным, на Донбассе. Думаю, что все-таки вот такой войны большой, такой затяжной войны они тоже не ожидали. Если мясо будет в Северной Корее, хотя бы там, ну пусть там сейчас планируется там 10-12 тысяч, там может быть будет больше, конечно, Путин это устраивает. Однако, вот ведь пока это вроде бы не опасно, но если это будет развиваться, то сейчас он в Украине, завтра загорится на корейском полуострове. Если Ким Кун потребует, да, помощи от Путина, это втягивание уже России, возможное там, даже пусть это не война, а какой-то военный конфликт или военные инциденты на корейском полуострове, это сразу же уже угроза и для Южной Кореи, для Японии и для Соединенных Штатов. Да, поэтому тут рисков очень много. Ну, конечно, опасения по поводу того, что если, опять-таки, Путин добьется успеха в Украине, то это может стать стимулом для Китая. Китая, которая хочет установить контроль над Тайванем. А это уже как бы новый виток. То есть оно может быть поэтапно, расширяться вот эта цепочка, я бы сказал, цепная реакция условной Третьей мировой войны. Вот в этом есть огромная опасность. Именно поэтому нужно остановить агрессора так, чтобы было понятно, что он не выиграл, он не добился успеха. Условно говоря, для него нужно создать определенную резервацию. Если не можете убить хищника, вы хотя бы поставьте клетку для него. Это очень условно, но на сегодня задача минимума выглядит именно таким образом. Ну, это обтянуть вольер, да, как для львов. Территория может быть разная, но она обязательно обезопасена со всех сторон. Вот, кстати, по поводу Северной Кореи, по поводу Южной Кореи. Насколько вы верите в то, что Северная Корея рискнет в одиночку реально напасть на Южную Корею? Напасть, я имею в виду, не силами, да, они там подавали мосты, но начать обстрел, артиллерийский обстрел, накалить ситуацию резко и до кипения на Корейском полуострове. Кому это надо? Ну, то есть Россия это надо, но насколько сильна Россия? Китай, мне кажется, на данном этапе пока что это не надо. Нет, я думаю, что это да, это Китай беспокоит. Они, кстати, вот я знаю по своим каналам, их беспокоит именно то, что как бы возникает вот эта взаимосвязь. Ну, через союз между Россией и Северной Кореей, и опять-таки участие северокорейских военных в Украине, а завтра уже Россия в той или иной форме может участвовать в помощи Кореи, Северной Кореи. Их это беспокоит. Их беспокоит вот эта взаимосвязь и то, что этот огонь по Бигфордому шнуру этого союза может перекинуться на Корейский полуостров. А это ударит, естественно, по глобальной торговле, по интересам Китая. Если война начнется там, ну, это сразу. И так уже проблемы есть у Китая, а проблем станет гораздо больше. Но вот в чем здесь потенциальный риск с Ким Чен Ыном, Северной Кореей? Если сейчас вот этот военный эксперимент пройдет относительно удачно, успешно, если они такой вывод сделают, Путин заинтересован в том, чтобы там вот это мясо из Северной Кореи шло в Украину, и чтобы он как бы дожал и Украину, и Запад к переговорам на своих условиях. Если это вдруг случится, не дай бог, именно на условиях России, но это же станет сигналом и для Ким Чен Ына, и для Китая, но для Ким Чен Ына. Этот молодой корейский диктатор, он же амбициозный человек. Это заметно. У него есть какой-то авантюризм, и никто не знает. Вот если у него какие-то красные линии, он понимает, что это может привести к фатальным последствиям. И если вдруг у него вот эта авантюрность и амбициозность начнет зашкаливать, то есть вот тоже как бы инстинкт хищника, вот ему понравится воевать. Вот если он решит, что северокорейские войска хорошо себя проявили в Украине, или против Украины, ну так я давайте сейчас начну воевать против Южной Кореи. Маленькая победоносная война. Просто для того, чтобы удовлетворить свое политическое эго. К сожалению, такой риск существует. И вот, мне кажется, и Китай этого опасается, и они явно не хотят рисковать в данном случае. И думают сейчас наверняка, как, скажем так, урезонить и поставить на место, ограничить развитие этого союза между Россией и Северной Кореей. Ну и чтобы вот этот молодой северокорейский диктатор не наделал глупостей. Я думаю, что сейчас он не готов к войне. Если бы он готовился к полномасштабной войне, ну он бы не отдавал миллионы артиллерийских снарядов России и не отправлял бы тысячи своих солдат в Россию. Он бы готовил их для своей войны. Сейчас, вот мне кажется, скорее Россия, вот именно на Корейском полуострове через действия Ким Чен Ына, скорее они провоцируют такой конфликт. То есть такая показательная зона напряжения для того, чтобы воздействовать на выборы США. Оказывается, что войска. И, кстати, и направление войск. Я думаю, что не случайно именно сейчас это произошло. Направление северокорейского ограниченного контингента на войну против Украины. Опять-таки это проверка, проверка на слабо. Как будет реагировать Запад? Тем более сейчас в США начинается переходной период, по сути, смена власти. И многие эксперты прогнозировали еще год назад, что именно в этот период, в этот переходной период, и Россия, и Северная Корея, и Иран могут воспользоваться ситуацией и проводить какие-то свои авантюры. Кстати, не только Россия и Северная Корея. Ну, не Таньяху в Израиле тоже показывает характер. Но это наш, да. Это наш, поэтому мы на него не ображаем. Тем не менее, да. Но это тоже попытка воздействовать на ситуацию. А в случае с Россией и Северной Кореей, это попытка и проверить на слабо американцев, воспользоваться вот этим переходным периодом. Ну, и заодно немножко помочь Трампу. Как бы представить в виде слабой стороны и Байдена, и косвенно Камалу Харрису. Вот пока я вижу такую логику. Но, знаете, коготок увяз, все птички пропасть. Вот если сейчас как бы аппетит придет во время еды, и понравится демонстрировать силу, демонстрировать свои мускулы, понравится стрелять, да, процесс может продолжаться. Так что вот в этом главная опасность. И надо вовремя остановить. Зло надо душить в зародыше или поставить ему жесткие рамки. То есть это тот же вирус. Вирус агрессии, вирус войны. Если на начальной фазе не принять антивирусный препарат, вирус начнет распространяться. Так и здесь надо действовать. И вот здесь мы подходим к самому главному. Потому что очень многие утверждают и считают именно Китай осью. этой оси зла, да, вот этим вот там штырем, на который эта ось зла насаживается. И с Китаем достаточно любопытная ситуация складывается, потому что возникает вот сейчас вопрос, а хочет ли поевать Китай? Хотел, возможно, но увидел, как идет война России в Украине. Понял, что никакие победные реляции генералов не приводят к тому, что на самом деле победа на линии фронта достигается, да, что все далеко не так. И мы видели эти чистки в генералитете сразу же после начала войны и первых результатов. Но с другой стороны Китай продолжает милитаризироваться. И Китай, я не думаю, что стал бы вот так вот вкладывать такие деньги при нынешней экономической ситуации в армии, если бы он не хотел воевать. Хотя есть еще один пункт, о том, что Китай никогда не любил стрелять. Китай, 79-й год, вы абсолютно четко вспомнили. Первая агрессия, которую Китай стартанул, и она превратилась в гигантский пшик. Я знаю, да, такие даже иронично скептичные оценки некоторых историков и военных экспертов, что, мол, Китай никогда не был сильной военной державой. Ну, имеется в виду современный Китай. Потому что, ну, правда, там Китай долгое время был в гражданских войнах, и в период Гоминдана, там войны между Гоминданом и коммунистами. Ну, он в Китае фактически не смог организовать полноценного сопротивления Японии, японской агрессии в начале Второй мировой войны. Вот, пожалуй, единственный пример успешного участия Китая в военных действиях, это вот Корейская война. Когда этот условный миллион, мы не знаем точные цифры, да, но условный миллион китайских добровольцев, да, в принципе, очень помог Ким Ир Сену, основателем этого северокорейского режима. И тогда они отбросили войска ООН. Правда, когда американцы уже немножко поняли, что тут надо по-настоящему воевать, когда они уже там восстановили паритет. Но Китай тогда именно, правда, ну, такой, я бы сказал, числом, не столько умением, сколько числом, да, огромным числом своих военных, как бы сейчас сказали, мясными штурмами, вот он решал задачи именно так. Однозначно одно, вот эта милитаризация будет продолжаться, потому что сейчас при Си Цзиньпине Китай таким образом, как бы, демонстрирует свой статус великой державы. А для этого нужно иметь и ядерное оружие, в больших масштабах, нужно иметь свой флот, это уже соревнования с американцами, ну и большую армию, большую боеспособную армию, в том числе технологически оснащенную. Я думаю, китайцы сейчас очень активно изучают опыт войны между Россией и Украиной. И вот то, что там вот пишут о дроновой программе, я думаю, это не столько для России, сколько для себя. Они явно, да, сейчас будут тоже носить изменения вот в эти стратегические концепции войны. Поэтому они таким образом, как бы, вот демонстрируют свой новый статус, статус великой державы, не только в экономическом, но и в военном плане. Потому что они уже не скрывают амбиции соперничать с Соединенными Штатами. Но не только это. Вторая причина, очевидно, Тайвань. Они не отказались от претензий на Тайвань. И вот вы правильно сказали, что если бы тогда, в 22-м году, Путину удалось быстро победить Украину, Тайвань уже пал бы. Да, да. Китай провел бы свою быструю СВО против Тайвана. А так они увидели, что может и не быть быстрой войны, близкориг может и не получиться. Второе. Увидели реакцию Запада. Запад отреагировал. И это Китай остановило. Потому что все-таки экономически Китай очень тесно связан через экономическую глобализацию с западными рынками. И если возникает противостояние, Китай, кстати, очень опасается вот именно сегментации глобальных рынков. Да, Китай остается всемирной фабрикой, хотя уже часть производств переводят западные фермы в другие страны. Но, тем не менее, для них потеря западных рынков – это удар по их экономической базе. Это тоже рискованно. С этой точки зрения, многие эксперты считают, что Китаю еще нужно как минимум несколько лет для того, чтобы обеспечить самодостаточность, может быть, сделать более гибкую ситуацию с рынками. И вот развитие БРИКС, активное развитие БРИКС, расширение БРИКС – это в том числе и часть стратегии Китая. Китай как бы формирует свою сеть и свой будущий рынок. Да, да. Пока этот рынок еще недостаточно, скажем так, надежен и объемен, как им бы хотелось, но подстраховаться, чтобы не зависеть от западных стран, чтобы там, если западные санкции ведут, ну, чтобы можно было это компенсировать. И, конечно, Китай, да, будет действовать по ситуации. Но то, что проблему Тайваня они не сняли с повестки дня, то, что это, ну, скажем так, аннексия, интеграция, да, в той или иной форме Тайваня, это остается одной из главных политических целей Си Цзиньпина. Я думаю, что он хочет этого добиться еще при своей жизни, а не откладывать это каким-то своим преемникам. Так что этот риск, да, он остается. И вот если это случится, то, ну, тогда, да, тогда, как бы, конфронтация между Западом и вот этой, скажем так, незападной частью мира, она усилится. И тогда Китай может стать не просто частью этой оси зла, он может стать ее лидером, реальным лидером. Вот это, в этом есть определенный риск. Такая ситуация, я бы сказал, не предопределена. Я бы не сказал, что вот неизбежно это случится, но тенденция есть, и риск такой существует. И вот, снова-таки, если удастся остановить Путина, если Запад будет демонстрировать решительность, эффективность своих действий, в том числе в поддержке Украины, я думаю, что это будет сдерживать и Китай от разных авантюр. Может быть, Китай изберет, я думаю, что у них же тоже разные модели. Вот Гонконг – это пример такой мерной, мягкой софт реинтеграции, когда они договорились и постепенно, поэтапно Гонконг интегрирует с Китаем. Вот что-то подобное они могут сделать и в Тайване. Я думаю, что гибридные методы они будут использовать, но им хочется и силу показать. И силу. И вот они ее периодически демонстрируют, в том числе, например, и Тайвань. Вот у Китая, по-моему, как раз возникает та ситуация, которая возникла в Европе перед Первой мировой войной, когда накопленные ресурсы и новые технологии просто уже жгли руки, да, и все правительства, все им, все, все... Катя, нужно было использовать то, что было накоплено, построено, вот оно просто вот оружие утра и войны. Да, перед Первой мировой войной. Вот это, да, именно тогда. Особенно Германия, да и не только. Да, вот, да, надо же были все эти линкоры и многое другое. Да, да. Они носили, да. Электричество, газы, все вот это. Артиллерия, совершенно верно, да. Да, да. Так что все это надо было использовать, да, проверить. Да, да, такой риск есть сейчас. С другой стороны, я вот думаю, что все-таки и вот эта затяжная война, которая идет, от которой мы больше всего страдаем, и использование новых видов вооружений, это и знак тревоги. Это, я думаю, тоже сейчас на многих действует как предупреждение, что ситуация может выйти под контролем и может развиваться совсем не так, как пишут военные в своих планах. То есть вместо Блицкрига вы можете получить затяжную войну с многочисленными проблемами. Насколько Европа, по-вашему, сейчас уже трансформируется? Насколько жизнедеятельна вот эта вот система, которую Украина в том числе и предлагала, и начинает разрабатывать, и уже там работает в этом направлении. Система персональных договоров, двусторонних договоров с разными странами, членами НАТО, насколько эта система действительно может заработать для стран, которые будут входить в околороссийский пояс? Когда Польша, не ожидая пятой статьи, контратакует в случае нападения на Литву или на Эстонию, или Украина точно так же, которая может входить в этот пояс двусторонних договоров. На самом деле, многие эксперты уже сейчас обращают внимание, военные, политические эксперты, не только на статью пятую, но и на статью шестую. Шестую, да. Договор о НАТО, потому что как раз, когда возникают угрозы, то вот эта пятая статья, она действует в региональном измерении. Не все НАТО начинает войну, а реакция идет прежде всего от тех стран, которые непосредственно причастны к зоне риска или к потенциальной угрозе. Я думаю, что вот эта тенденция, она начинает работать, но пока еще четко не проявилась. Я имею в виду, когда будут создаваться вот такие военно-политические альянсы внутри НАТО. А также, что для нас очень важно, но если не получится со вступлением в НАТО в ближайшей перспективе, то мы можем идти по пути, и, кстати, эта идея, она появилась еще до российского вторжения, мы можем создавать военно-политические альянсы с отдельными странами НАТО. Вот, кстати, сейчас вот наш президент полетел на саммит северных стран, Брикявик, и там, ну, поскольку эти страны нам очень активно помогают, в том числе и военным путем, страны вроде бы небольшие и достаточно мирные, но про свой бронепоезд они не забывают, вот Швеция и Финляндия в НАТО вступили, и военная промышленность у них есть, то есть они не забывают про оборону, и сейчас активно тоже этот сектор развивают, но у них особое отношение с Великобританией. Это, кстати, вот после 2014 года появилось, да, то есть они между собой интеграцию военную развивают, и в то же время особое отношение с Великобританией. Поэтому я думаю, что и мы будем идти таким же путем. Отдельные европейские страны, вот вы упомянули про Польшу и страны Балтии, опять-таки здесь Великобритания может активно действовать, и я думаю, что через некоторое время и Германия. В Германии уже идет дискуссия, просто там как бы есть сейчас некоторые зависания, там выборы в будущем году, Шольц начал играть роль миротворца, но на самом деле, да, например, вот Шольц как бы в роли миротворца, Аписториус, его однопартиец, он как раз военные угрозы со стороны России очень хорошо понимает. Поэтому я думаю, что вот эта модель внутренних военно-политических альянсов, внутри НАТО, а также между странами НАТО и такими странами, как Украина, я думаю, что это будущая перспектива и ближайшая перспектива. И более того, нечто подобное, я думаю, будет развиваться в Восточной Азии в ответ на потенциальные риски и со стороны России и Северной Кореи плюс Китай. Поэтому то, что нам активизировалось сотрудничество США с Австралией плюс Южная Корея тоже. Сейчас, кстати, тоже, я думаю, один из перспективных треков и трендов в связи с северокорейскими военными. это активизация военно-политического сотрудничества между Южной Кореей и Украиной. Да. И Япония. Япония тоже, я думаю, сейчас с учетом всех нынешних проблем и вызовов тоже, я думаю, будет постепенно укреплять свой оборонный потенциал. У них там было много ограничений, кондиционных в том числе, но сейчас и сама жизнь заставляет, и союзники тоже говорят. То, что было ограничение, это было после Второй мировой войны, а сейчас новые ситуации. И нам нужно готовиться к сдерживанию нового врага. Поэтому восстанавливайте свой военный потенциал. Не для того, чтобы там кого-то захватывать, а для того, чтобы врага сдерживать. Поэтому вот это не НАТО. Я не думаю, что НАТО будет расширяться на Тихий океан. Своя система. Да, будет создание своей оборонной системы, своего оборонного альянса в этом регионе. Так что это тоже вполне возможно. Более того, насколько я понимаю, агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море, они ведут к тому, что все страны, которые являются соседями Китая по этой акватории, они вынуждены будут пойти на подобные союзы, потому что агрессивная политика Китая в Южно-Китайском море, она ведет к тому, что проблемы уже появляются даже у тех стран, у которых их раньше не было. Та же Индонезия. Да? Ну вот, Китай уже пытается Индонезии рассказывать, как им надо жить, и где им можно ловить рыбу, а где нельзя им ловить рыбу? Ну, естественно, но есть непростая ситуация, вот Вьетнам, например, я упоминал про 79-й год, но Вьетнам действует очень гибко, он, с одной стороны, сотрудничает экономически, развивает сотрудничество с Китаем, с другой стороны, не забывает про свою безопасность и сохраняет активные контакты с американцами, взаимодействует с Филиппинами, и у них тоже вот спорные острова в Южно-Китайском море, поэтому я думаю, что оно будет, ну, нелинейно развиваться, не так, как это было вот в Европе, там, когда создавали НАТО в рамках холодной войны, тут будет немножко иначе, но растущие вызовы со стороны Китая в Северо-Восточной Азии, главным образом, это риски и угроза со стороны вот этого союза между Северной Кореей и Россией, вот они точно подтолкнут Японию, Южную Корею и США в более тесной военной интеграции, и я думаю, что там вот точно сейчас начнут усиливать и США военное присутствие свое, и будут какие-то развивать совместные проекты обороны, а там дальше будет потянуться Австралия, и, возможно, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Очень интересно раскладывается пассианс в нынешнее время, конечно. Недавно видел фотографию, где во время учений встретились на борту корабля немецкий капитан, японский капитан и итальянский капитан трех фрегатов, да, и под фабрографией была попись «В старые добрые времена». А можно вот сейчас насчет пассианса? Мне очень понравилось, я вот не так давно общался с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Клинкиным, и он так, ну, очень хорошо отметил, что кто бы мог подумать еще несколько лет назад про парадоксальную ситуацию, когда северокорейские солдаты воюют против Украины на территории Курской области. Вот кто бы мог себе это представить еще даже год назад. Видите, как он парадоксально может развиваться и совершенно неожиданно. Но тут есть один момент. Я думаю, не секрет, что во время Первой Холодной войны мир смог удержаться от ядерных ударов только благодаря, мне кажется, взаимному уважению и пониманию идеологического противника. Тогда было противостояние идеологическое, и Соединенные Штаты уважали Советский Союз, а Советский Союз уважал Соединенные Штаты. Насколько сейчас вот это взаимное уважение сможет удержать стороны от последнего финального аргумента? Я, знаете, вспомнил в этой связи известную пословицу про уважение. Боится, значит, уважает. Конечно же, уважение тоже, то есть понимание того, что перед тобой серьезный соперник, соперник, который тебе может ответить, и соперник, у которого есть мощный военный потенциал и достаточная решимость. Ведь Карибский кризис, ну, попугали друг друга, ну, было очевидно. Обе стороны, вот, кстати, тогда уже родились вот эти ролевые модели, да, в теории игр, там, в том числе, вот эта ролевая модель дохлого цыпленка, когда вот проигрывает тот, кто первый сдастся. Оказалось, нет, надо идти на компромисс, надо вот как раз вовремя остановиться. Поэтому вот сейчас, мне кажется, в чем проблема в том, что у Путина, да, есть некоторые пренебрежения к западным партнерам. Поэтому Запад должен показать силу, составить себя, уважать надо. Даже не Путину скорее, а даже Си Цзиньпину, он скорее должен показать свою силу. И это тоже. И Путина, да, потому что тут как бы Путин, ну окей, станет Путину уважать Запад. И что? Да, ну то есть он все равно... Абсолютно это правильная оценка. Я приведу один пример. Вот про Мюнхен я уже вспоминал. Я был свидетелем дискуссии между Ишингером, бывшим президентом Мюнхенской конференции, и Майком Помпео, бывший госсекретарь США при Трампе. Ну, потому что американцы сейчас, конечно, переносят приоритет на Китай. Китай для них главный вызов. А Ишингер, опытнейший дипломат немецкий, который десятилетия работал в немецкой дипломатии, международной дипломатии, он ему сказал, если вы уйдете из Европы, если вы кинете Украину, то вас Си Цзиньпин всерьез воспринимать не будет. Вы будете для них лузером, вы будете проигравшей стороной. Я думаю, сейчас это объясняют Трампу, что если он будет соглашаться на мирно-путинских условиях, то Китай его воспринимает. Не только Китай, Северная Корея, Иран, они перестанут воспринимать Америку как серьезного, мощного игрока. Если вы там проиграли, то мы вас не боимся, наоборот, мы будем действовать точно так же. Мы будем вас силовым путем поджимать. Поэтому в данном случае нужно свой авторитет надо подтверждать. Подтверждать постоянно. И для Соединенных Штатов и Запада в целом, и главное сейчас, тема для подтверждения своего авторитета это поддержка Украины. Это вот главный инструмент для утверждения своего авторитета. И по отношению к России, и потенциально по отношению к Китаю. Соединенные Штаты не просто так получили уважение от своего идеологического противника, от Советского Союза, а в результате целой серии действий, которые были проактивными. Да, иногда они приводили не к тем результатам, которым хотелось бы. Да, иногда некоторые из этих результатов мы расхлебываем до сих пор. Но, тем не менее, благодаря этим действиям Соединенные Штаты смогли победить в Холодной войне. Они не думали высаживать или не высаживать полк рейнджеров или морской пехоты на гранаду. Да, они высаживали ее в гранаду, но все, дело сделано. Да, еще один коммунистический режим не смог распуститься как цветок в регионе в мягком подбрюше Соединенных Штатов. Спасибо вам огромное. До встречи. Будем надеяться, что мы увидим сильных Соединенных Штатов либо сильного Камалу, либо сильного Дональда. Кого-нибудь из них. А у них выбор ограничен. Если они хотят сохранять авторитет, силу и влияние США, им так надо действовать. Всего доброго. Всего доброго.